Как в республике работает система обращения с твердыми коммунальными отходами, сегодня обсуждали в Доме правительства. Только в Чувашии за весь прошлый год на полигоны было вывезено более 2,5 миллионов кубометров мусора. Среди нерешенных вопросов – переработка. План действий разрабатывают органы власти, предприниматели и экологи. Подробности у Дмитрия Ковалева. Первые полтора года реализации мусорной реформы показали, что пока система сбора и утилизации в республике работает не так гладко, отметил Олег Николаев. Жалобы поступают и на аккаунты социальных сетей в Рио главы региона. Наша задача на сегодняшний день, подводя черту, проанализировав текущую ситуацию, выработать четкий план действий. Основная часть проблем, скорее всего, лежит в том, что при начале реализации нового подхода обращения тюрдых коммунальных отходов скорее была не совсем основательно проработана сама карта обращения тюрдых коммунальных отходов на территории Чувашьей Республики. Электронная карта обращения с отходами выглядит так. На сайте tkokap.ru любой пользователь интернета может узнать, из каких населенных пунктов и куда вывозят ТКО, где сейчас в республике мусор обеззараживают и утилизируют. В рамках реформы должны быть возведены перегрузочные станции в Урнарах, Батрево и Канаше. От исполняющего обязанности министра природных ресурсов в Рио главы региона потребовал подробного доклада. Меня волнует на сегодняшний день, что предусмотрено с картой обращения тюрдых коммунальных отходов в Чувашьей Республике и что сделано, что делается в соответствии с этой картой. То есть вы на сегодняшний день вот сейчас пришли на совещание, не подготовившись и не понимая, вот какая у нас карта утвержденная есть и что по ней делается. В Канаше было закуплено оборудование. За счет каких денег закуплено? Федерально. А что не докладываете тогда? Когда построим его, когда запустим или вообще не будем строить, запускать? Докладываю, было объявлено два аукциона, которые не состоялись по причине отсутствия заявок. Очевидно, что подходить к реализации реформы надо более скрупулезно. Один из приоритетов для властей на местах – организовать систему раздельного сбора мусора. В столице региона и Новочебоксарске эта работа началась. В микрорайоне Новый Город на 37 площадках были установлены сетчатые контейнеры для разборки сбора токола. В микрорайоне университет на 7 площадках в городе Новочебоксарске на 9. Пока у нас население, к сожалению, не привыкло сортировать отходы даже на 2 фракции. Тем, кто утилизирует мусор по частям, специалисты предлагают снизить платежи за услугу. К раздельному сбору отходов должны подключиться и предприниматели. Пока в масштабах республики пунктов для приема вторичного сырья можно по пальцам пересчитать. Ценность имеет моносырье, и то только некоторые виды, такие как, например, гофрокартон, пэт-бутылка, наверное, чистая пленка. В Чебоксарах Новочебоксарске собирается в месяц от 1000 до 1500 тонн гофрокартона. К этому вопросу обязательно, с учетом общественности, с учетом строительства площадок, нужно подходить, но подходить все-таки нужно системно. В планах инвесторов создать комплекс по глубокой переработке отходов. То, что у нас сортируется, отбирается в качестве вторичных материальных ресурсов, на территории Чебоксарской республики перерабатывается не более 3%. В нами предложена концепция развития в целом экотехнопарка. Все отходы с применением того или иного, той или иной технологии могут быть полезны. Вот в эту сторону мы рассматриваем, смотрим как на опасные отходы, как на техногенное сырье. Планы инвесторов Олег Николаев поддержал. Открытым остается вопрос, где разместится экотехнокомплекс. Одна из потенциальных площадок – индустриальный парк «Конаша». Проект должен пройти общественные слушания. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика.